Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу вам показать мои покупки сайта iHerb, которые я сделала буквально 3 дня назад. Если вы знаете, Ося здесь на YouTube, она делала видео о покупках сайта iHerb буквально неделю или две назад. И в основном она показывала продукты. И я тоже решила заказать, потому что она показала некоторые продукты, которые мне понравились. Я постепенно стараюсь перейти на более-менее здоровое питание, но у меня это очень плохо получается, потому что муж не любит ничего здорового, в принципе, и готовит для двоих. У меня нет времени, нет ни желания, ни сил, так сказать. Пришло мне все вот в такой вот огромной коробке. Давайте потихонечку из коробки все буду доставать и вам показывать. Так, первое, что Ося показала в своем видео, это кокосовый сахар. Я очень много пью кофе и очень давно хотела попробовать какую-то альтернативу сахару, потому что мне очень нравится сладкий кофе и сахара я уже очень много. Раньше я использовала стивию, но стивия, она не такая уж натуральная, она вообще не натуральная. И все говорят, ну, большинство людей говорят, что она вредная. Вот. И когда Ося порекомендовала, я, конечно же, купила, заказала себе этот сахар. Он не такой сладкий, как обычный белый тростниковый сахар, но мне понравился. Я его ложу точно столько же, сколько ложила и белого сахара в кружечку, и мне очень нравится. И у него вот такой вот коричневый цвет. Выглядит он, как какой-то грязный, с какими-то зернышками, но это не так, все растворяется. Очень мне понравилось. Я думаю, когда закончится эта упаковка, я закажу еще. Также я заказала кокосовые хлопья органические, которые Ося тоже показывала от фирмы Let's Do Organic. Сами хлопья выглядят вот так. Здесь они еще покрупнее, но снизу они все раскрошились. Я уже их попробовала. Вообще, я думала, это будут большие хлопья, и я смогу их есть как чипсы. Но этого не случилось. Точнее, да, я их, конечно, уже поела. И вообще они не имеют никакого приятного или классного вкуса, потому что в них нет сахара. В принципе, они утоляют голод просто моментально, когда я их ем. Сегодня утром я их добавляла в кашу, когда я себе сделала овсяную кашу, и мне, в принципе, понравилось. Но, возможно, второй раз не куплю. Посмотрим. Если научусь готовить с этими хлопьями, то буду, наверное, снова покупать. Посмотрим. В основном их можно использовать для выпечки. И здесь даже есть рецепт, как сделать домашнюю гранолу, то есть эти гранола-бар. Дальше я также заказала себе сухую клюкву, высушенную клюкву. Мне очень нравится клюква. И клюква, которую я покупаю в Волмарте, она очень сладкая. Там, конечно же, больше ягод, чем вот в этом малюсеньком пакетике, который я купила, наверное, за 5 долларов. Довольно дорого для маленького пакетика, но здесь все органическое. Здесь написано, что эти ягоды клюквы, они высушены в яблочном соке, чтобы они были чуть-чуть подслащенные. Мне понравились. Я их уже поела. Прикольные. Я не знаю, закажу снова или нет, но как-то дороговато, если честно, за очень маленькую упаковку. Я понимаю, что они органические. Также у меня уже почти закончилась петрушка, и я вот решила заказать себе такую упаковку. Она в стеклянной баночке Simply Organic. Мне очень нравится с ней готовить. Раньше я терпеть не могла петрушку, но сейчас мне очень нравится. Возможно, закажу еще там какие-то приправы на iHerb. И я заказала себе органический Orange Peel. Я даже не знаю, для чего его применять. Я смотрю канал Светлана Франс. Она не такой огромный блогер, но у нее тоже много подписчиков. Если вам интересно, я оставлю ссылку внизу. Переходите на ее канал. Она делает лайфстайл-блоги. Мне очень нравится ее канал. Она, когда готовит, все время добавляет разные приправы. И вот одной из приправ у нее в коллекции есть вот такой вот Orange Peel. И это просто корочка апельсина, я так понимаю. И я решила ее тебе тоже купить. Хотела добавить в кашу, но как-то сегодня утром не рискнула и не добавила. Вот. Посмотрим, если научусь с ней готовить. Возможно, она будет классная. Пока еще не пробовала. Дальше Осип показывала в своем видео Нутива вот такую вот органическую пасту. Не органическую, а кокосовую пасту. Я тоже ее заказала. Я вообще не поняла, если честно, зачем она. Она выглядит как кокосовое масло. Она, в принципе, не сладкая. Не дает никакой другой текстуры. Например, тоже самой каши. И написано, что здесь можно ее добавлять в смузи и соусы. В общем, когда мне пришла эта манна, сама эта консистенция сверху чуть-чуть рассоединилась. И все кокосовое масло было наверху. А остальная, так сказать, главная часть была внизу. И когда я вилкой поковыряла ее, я, в принципе, попробовала только кокосовое масло. А сама манна, она вот там вот чуть-чуть желтоватого цвета. Кокосовое масло отделилось сверху. И их, в принципе, нужно перемешать. Но я еще не перемешала. Не знаю, пока никакого эффекта и другого результата не заметила. Но буду дальше пробовать. Вот, в следующий раз добавлю больше. Возможно, мне понравится. Пока еще толком ее не распробовала. Такое, что мне понравилось из того, что показывала Оси, это кетчуп органический. Кетчуп, который мы покупаем в Walmart. Это такой всем известный. Он очень вкусный. Мне нравится, но я хотела что-то вот опять органическое. И купила вот такой вот кетчуп Anna. And it's natural. Здесь много содиума, но сахара 4 грамма. Еще не пробовала его. Муж у меня уже посмотрел, сказал, что есть его не будет, потому что фу, он органический. Ну, я сказала, что будем есть и точка. Вот. Очень мне не терпится уже попробовать этот кетчуп, но я не хочу его открывать, пока у нас другое не закончится. Возможно, открою, когда буду что-то готовить такое. Также, что я заказала, это арахисовое масло. Арахисовое масло я сама не люблю. Муж у меня любит, но как-то за последний год мы его вообще не едим. У нас большая банка стоит просто. Но я решила заказать одно из масел, которое показывала Ось, и это вот это вот масло с белым шоколадом. В принципе, никакой разницы особой я не заметила. Я его попробовала, и вкус обычного арахисового масла. Меня радует, что оно более-менее органическое. Здесь написано, что его можно есть с ягодами, с ним можно печь, намазывать его на маффины. Но если я буду намазывать это масло на какие-то маффины и булки и так далее, какое тут похудение вообще может быть. Прикольное. Я буду, конечно же, его кушать. И, может, я думаю, тоже будет кушать, потому что особой разницы я не заметила. Также я уже давно хотела заказать сироп агаве. Я его никогда не пробовала, но очень много увидела, слышала и решила, наконец-то, заказать. И Лена 864 рассказывала, по-моему, об этом сиропе. Фирма называется Wholesome. И я выбрала вот такой вот темный Blue Agave Organic Raw. Вот, не терпится мне попробовать. Я надеюсь, он вкусный. Я его даже еще не пробовала, не открывала. Он все еще упакованный. Дальше. Также я давно уже хотела заказать оттуда. Это вот такие вот мюсли. Потому что у нас в магазинах мюсли я нигде не вижу. И тогда увидела на iHerb, решила заказать. Швейцарские мюсли без сахара. Но здесь написано, что это не низкокалорийная еда. Здесь есть и орехи, и сухофрукты, и сами хлопья киркулесовые. Вот. Упаковку я открыла, но здесь алюминиевый пакет. И его я еще не открывала. Надеюсь, мне понравится, потому что я ищу альтернативу что-то есть на завтрак. То, что не кукурузные хлопья, которые маленькие дети едят, и которые, ну, очень сладкие. И не йогурты, а вот что-то вот такое, более-менее. И полезное, так сказать. Я надеюсь, мне мюсли понравятся. Я в России ела раньше мюсли, но я тоже от них надоедала. Я их заливала соками или йогуртами теми же самыми. И нужно как-то найти другую, более-менее натуральную, так сказать, или низкокалорийную альтернативу завтракам. Также на iHerb я заказала себе гречку. Гречку я не ела уже очень много лет. Я, в принципе, ее не нахожу и забываю посмотреть, поискать ее в магазинах. Я заказала гречку от фирмы Bob's Red Mill. Вот такая вот она светлая. Я, на самом деле, привыкла к темной. В России, я знаю, темную едят. Я даже не знаю, как ее готовить. Я уже забыла ее вкус. И вообще все о ней забыла. Нужно что-нибудь с ней приготовить. Надеюсь, что она вкусная, такая же, как в детстве, как когда я жила дома в России с родителями. Купила. Надеюсь, что буду готовить. И надеюсь, что мне она понравится. Ну и последнее средство, которое у меня здесь есть, которое я заказала. Это из серии Beauty, так сказать. Это вот такой вот Overnight Pill от Derma E. И я не знаю, Derma E, по-моему, сменили упаковки свои. Как они выглядят? Вот так вот выглядит это. Эксфолирующий серум, так сказать, или крем. Еще я им не пользовалась. Хотела вчера нанести, но передумала, потому что не хочу раздражать прыщи, которые у меня сейчас на лице. Вот. Написано, что здесь есть кислоты АХА. Нужно наносить на ночь и с утра просто смыть. Пользоваться один-два раза в неделю и обязательно наносить SPF после этого средства. Так давно хотела я найти себе что-то, что эксфолирует лицо, но не скрабового типа, не физического, а именно химического. Вот. Надеюсь, мне понравится. Расскажу вам о нем или в пустых баночках, или как-нибудь упомяну. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я знаю, что здесь из бьюти почти ничего не было. Спасибо большое за просмотр. Мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!